Всем привет! Наконец-то я записываю долгожданное видео про макияж, про новинки моей декоративной косметики, о которых мне безумно вам хочется побыстрее рассказать, которые те из вас, кто следит за моим инстаграмом и за мной в соцсетях, скорее всего, конечно, вы уже видели. И начинаю хвастаться, начинаю делиться с вами своими находками, своими obsessions, своей страстью. Да, я знаю, что несколько видео назад я говорила о том, что у меня и так достаточно большая коллекция декоративной косметики, и для меня сейчас найти что-то новое очень и очень сложно. И, тем не менее, меня умудряются удивлять, меня умудряются подсаживать на свои коллекции, влюблять в свои продукты, и, как я ни стараюсь, равнодушно пройти мимо полок с новинками, всё-таки я не могу. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди у нас ещё очень-очень много интересного. Начну я с коллекции «Осень-зима» от марки Chanel. Коллекция совершенно потрясающая. Коллекция, собственно, вся сейчас на мне. Я сделала макияж как раз с помощью всех продуктов, имеющихся у меня в наличии из этой коллекции. Сейчас попробую вам поподробнее показать. Что касается макияжа глаз, это моя страсть, это моя какая-то такая совсем влюблённость-люблённость. Это палетка от марки Chanel, номер 269, из осенней коллекции. Палетка совершенно потрясающая. Ну, тут, честно говоря, влюбиться было невозможно. Вот они, четыре оттенка. Вот в данном случае для вот этого, вот макияжа глазок, я использовала вот этот вот оттенок, вот этот и вот этот. Этот я использовала для внутреннего уголка и для растушёвки, это был основной цвет. И вот этот я использовала для затемнения верхнего уголка моего века и складочки века. Вот этот вот оттенок я конкретно в сегодняшнем макияже не использовала, но думаю, что с удовольствием им воспользуюсь. Все четыре оттенка матовые, сатиновые, очень приятные, очень приятно ложатся, совершенно потрясающе растушевываются. Здесь в комплекте два стандартных аппликатора Chanel, но ими я, как правило, не пользуюсь, потому что у меня достаточно большая коллекция, так, кистей профессиональных для макияжа. Так вот, я использую профессиональные кисти для макияжа. Палетка, также те, кто отслеживает и следят за новинками, знают, что достать эту палетку было очень-очень непросто, потому что её совершенно моментально раскупили по всему миру. И я, честно говоря, не найдя данную палетку в Москве, я её нашла в Риме. И то в Риме я её нашла не сразу, мне пришлось гоняться за данной палеткой по Риму. В Риме она была всего лишь навсего в одном единственном месте. И, собственно, после небольшого квеста я стала счастливой обладательницей данной палетки, о чём ни капельки не жалею. Совершенно влюблена в неё, и, правда, палетка потрясающая. Ещё один продукт для глаз из осенней коллекции марки Chanel, который я также использовала в своём сегодняшнем макияже. Это вот такой вот карандашик стила Yo Waterproof Chanel в оттенке 928 Eros. Потрясающе! Он выдавливается, он вот такой вот мягкий карандашик. Опять же, он у меня сейчас на глазах. Я его использовала для обводки глаза по контуру, соответственно, как нижнего, так и верхнего века. Все пою данному карандашу дифирамбы. Он совершенно потрясающе подчёркивает цвет как карри глаз, так и зелёных. И вот, честно говоря, сама никогда бы не решилась на покупку подобного карандаша. Но, прочитав отзывы и прочитав о том, как данный карандаш подчёркивает цвет глаз, я, конечно, не смогла пройти мимо и не смогла его не купить. О чём совершенно не жалею. Карандаш потрясающий. И, кстати, многими совершенно незаслуженно был обделённый вниманием. Хотя он, правда, хорош не менее, чем основная палетка для глаз. Он очень классно её дополняет. И совершенно потрясающе. Они вместе создают уникальный, ультра-стильный, ультра-современный макияж осени 2016. И третий продукт из осенней коллекции Chanel. Вот она, ещё одна коробочка. Это, конечно же, румяна Chanel с оттенки 320 Rouge Proponte. Они называются. Сейчас я их открою и вам покажу. Здесь в комплекте также есть кисточка. Данной кисточкой тоже я не пользуюсь, потому что она слишком узкая. Вот эти румяна. Они совершенно потрясающего оттенка, очень красивого. И всем обладателям данных румян, ну, те, у кого они есть, уже, наверное, знают, данные румяна, очень высокопигментированные. Поэтому, для того, чтобы не иметь вот такие вот свекольно-круглые щёчки, а иметь очень красивый светящийся натуральный румянец. В нём, кстати, вот есть очень мелкие-мелкие светоотражающие частички, безумно красивые. Вы аккуратненько, совсем немножечко касаетесь данных румян сначала мягкой кистью, потом переносите на руку. И только потом уже аккуратными, лёгкими-лёгкими касаниями наносите данные румяна на яблочки ваших щёчек. Румяна совершенно потрясающие, как я уже сказала. Вот, собственно, сейчас они на мне, они дополняют мой макияж. И коллекция Chanel осень-зима 2016, она прям вау, как хороша. В коллекцию Chanel осень-зима 2016 просто невозможно было не влюбиться, что частично меня изменяет и изменяет мой маниакальный шопоголизм. Но, правда, продукты просто потрясающие, продукты уникальны, и пользоваться ими одно удовольствие. Ещё один продукт, тоже от марки Chanel, о котором бы сразу хотелось рассказать. Это не конкретный продукт из коллекции осень-зима, но это также новинка от Chanel. Мне его дали при покупке двух продуктов из осенней коллекции. Это такой вот малыш Chanel. Это Rouch Allure Ink. В оттенке 152. Это вот такой вот лаковая помада. Вот с таким вот маленьким дозатором. Он, кстати, очень приятный. Аппликатор идеально наносит. Вот в данном случае эта помада у меня сейчас на губах. И, вы знаете, я нанесла её с помощью аппликатора. Нанесла очень аккуратненько и нанесла с первого раза. Поэтому прям отличный аппликатор. Хочется очень-очень петь ему активно дифирамбы. И вот такая вот малышка. Я думаю, что даже вот этого малыша мне хватит на достаточно длительный срок, учитывая то, что помада яркая. И, соответственно, ношу я такой яркий оттенок достаточно редко в повседневной жизни, конечно. Ещё об одной сезонной коллекции очень хочется вам рассказать. О том, что данная коллекция выйдет, я знала достаточно давно. Потому что, как вы знаете, я являюсь очень активной поклонницей известного очень визажиста Лизы Элдридж. Это британский визажист с мировым именем. И последние несколько лет она является также креативным директором марки Lancome. Соответственно, я достаточно пристально слежу за новинками от марки Lancome. И в этом году, этой осенью, на рынке появилась коллаборация марки Lancome с потрясающим дизайнером Сони Эрикель. Я приобрела два продукта из этой коллаборации. Там было два вида упаковочек. Там было четыре карандашика, два вида румян, две палетки с тенями. И вот мне из всего того великолепия, представленного в коллекции продуктов, понравились в первую очередь вот эти вот два. Они оказались в одинаковом оформлении, о чем я ни капельки не жалею. И сейчас я вам быстренько-быстренько о них расскажу. Первый продукт из коллаборации марки Lancome с дизайнером Сони Эрикель это вот такие вот румяна, кушон, блажь, субтиль. В моем случае это оттенок 0.32. В данной коллекции было два вида румян. Одни более персиковые, вторые более розовые. Вот как ни странно, несмотря на то, что по цвету типа мне должен был подойти персиковый оттенок больше, мне понравился вот тот, который розовый. Мы открываем румяна. Здесь у нас маленькое с вами зеркальце. Это подушечка с надписью Lancome. Подушечка, собственно, кушон. И дальше у нас румяна нежно-нежно розового цвета, закрытые вот таким же вот значком Lancome. Румяна эти новые, я при нас сейчас ничего не их использовала. И вот такой вот маленький у нас кушон. Подушечка такая вот, надеюсь, что видно, пропитанная нежно-нежно розовым оттенком. Я вам обещаю для ближайших видео обязательно сделать макияж, с использованием данных продуктов. Для этого видео, как я уже сказала, я сделала макияж с использованием коллекции Chanel. Коллекцию Lancome я сегодня еще не использовала. Вот, опять же, вот такие вот румяна, которые можно переносить на ваши щечки и на ваши губки, как с помощью пальчиков, так и с помощью вот такой вот маленькой подушечки, которая также идет в комплекте. Цвет розовый, розовый холодный, очень-очень нежный, красивый и дает легкий-легкий-легкий румянец. В Европе уже появилась линейка румян-кушонов от Lancome, различных цветов, оттенков более ярких, насыщенных и интересных. У нас в России пока они не появились. У нас в России два румяна-кушона. Пока что это вот из этой вот коллекции Sony Rickel и Lancome коллаборация. И второй продукт из коллаборации марки Lancome с дизайнером, замечательным дизайнером Sony Rickel. Это вот такой вот карандаш. Это помада. Это не продукт для глаз, это продукт для губ. Это двухсторонняя помада. Сейчас я сниму аккуратненько оба колпачка. Я выбрала именно вот такой вот красный, потому что я решила, что красный это все-таки классика, это максимально носибельный будет оттенок. Там была розовая фуксия, там был вишневый, и там был, по-моему, розовый насыщенный. Ну вот из всех я решила, что все-таки красный для меня интереснее всего, особенно в поездках. Так вот, в этом карандаше он разный. Здесь два продукта. С одной стороны, вот с этой вот, это матовая помада красного оттенка. Классический красный, очень приятный. С другой стороны, сейчас я аккуратненько переверну. Это вот такой вот блеск для губ. Это больше тинт, тоже красного оттенка. Он более прозрачный, он более блестящий будет, и он такой активно питательный и ухаживающий за вашими губами. Во-первых, мне понравилась идея двухстороннего карандаша. Во-вторых, мне, безусловно, понравилось оформление. И, в-третьих, мне, конечно, очень понравились оттенки. В принципе, очень удобный гаджет получается для поездок, потому что достаточно вот одного такого карандашика, который бросается в косметичку. Ничего не протечет у вас, ничего не откроется, потому что колпачки очень качественные и плотные. И вы всегда сможете одеть на себя классические красные губы как более насыщенного, так и менее насыщенного оттенка и быть неотразимой в любой ситуации.